Рубрика называется «Нашел вкусняшку, поделись, пожалуйста, с другими». Попалась на глаза библиотека Elegant Oto для удаленной записи прошивки и файловой системы на ESP32 или на ESP8266. И плюс ее в том, что, собственно, она может файловую систему записывать удаленно. Вам не надо доступ к ESP для того, чтобы записать файловую систему. Все это можно делать через веб-сервер, поднятый на ESP. Автор библиотеки Аюш Шарма, ссылку я обязательно оставлю. У него еще есть асинхронная библиотека, которая работает через асинхронные веб-серверы, но там надо еще парочку библиотек ставить. Библиотека есть менеджера библиотек. Открываете менеджер, набираете Elegant Oto и, пожалуйста, Elegant Oto устанавливаете. Также вам понадобится инструмент, который называется ESP Sketch Data Upload или ESP32 Sketch Data Upload. Ищите его в гугле. Нет, ссылочку на гитхаб я тоже оставлю. Скачиваете, рекомендую, с гитхаба, а не с каких-то сторонних источников. В папке Arduino, где хранятся ваши скетчи, вы найдете папочку Tools. Вот, собственно, туда вам надо будет и запихнуть вот этот ESP32FS Java. Создаете там папку ESP32FS. В ней создаете Tool инструмент и записываете, собственно, Java. То же самое для ESP8266. Эти инструменты записывают то, что у вас хранится в папке Sketch, в папке Data. Эту информацию они запишут на SPIF, на файловую систему ESP. Разбивку флешки на ваши ESP тоже учитывайте, что нужно выбирать какую-нибудь там, например, по уморчанию. Четырехмегабайтная флешка разбивается на 1,2 мегабайта под фирмвара и 1,5 мегабайта под SPIF. Если вы выберете вариант без OTA, то, собственно, да, вы сэкономите место на ESP, но обновление по воздуху будет недоступно. Заходите в примеры, выбираете, ищите нашу Elegant OTA. Выбираете какой-нибудь там пример ESP32, демо. Пример, я добавил юзернейм и пароль для Elegant OTA. Вы можете использовать Elegant OTA без пароля, без логина, и тогда автоматически будет открытое обновление, и можно будет доступаться без логина и пароля и обновлять. Но смотрим дальше. Компилимся, первая заливка идет через шнурок. В мониторе порта мы смотрим, на каком IPшнике у нас определилась ESP. Это можно посмотреть и через роутер. Заходим. Ну, нам показывает что-нибудь, там какую-то информацию. Если укажем касая черта апдейт, то мы попадаем, собственно, на страничку обновления по воздуху. Ура! Вводим логин, пароль. Все, страничка есть. Для того, чтобы залить прошивку, выбираем экспорт бинарного файла, ждем, когда все это дело откомпилируется. Заходим в нашу папочку нашего скетча, и там мы увидим бинарник 775 килобайт, который можно заливать в ESP-шку по воздуху. Выбираем наш бинарничек, засовываем. Обновляется прекрасно. Если на 12% зависло, это значит, что больше всего, чтобы выбрали разбивку партиши, разбивку флешки без возможности обновлять по воздуху. А вот для того, чтобы засунуть файловую систему, ну, придется немножко поморочиться. Во-первых, в папочку дата мы засунем что-нибудь, какой-нибудь файлик, чтобы там просто была не пустая папка. Инструменты ESP-32, скетч дейта оплот. Вот, выдала ошибку, и это прекрасно. Ищем вот такую вот строку, куда же заплодился наш бинарник. Но выбираем не полностью строку бинарника, хотя можно и полностью строку бинарника. Выбираем часть, путь к бинарнику. Копируем, файловая система. Вставляем в проводник наш путь. А вот это временный каталог, в котором находится не только бинарник для файловой системы SPIF, но и бинарник для прошивки ESP-32. Собственно, с него можно дальше обновляться. Маленький нюанс, маленькая ложка дегтя. То, что у вас будет время от времени открываться вот такой вот стаканчик. Это стаканчик попрошайка кофе. Не знаю, зачем автор это оставил. Заходим на наш роутер, находим наше устройство. Обзываем его ESP-001, допустим. В межсетевом экране проверяем, чтобы у вас не было запрета на 80-й порт. У меня он стоял, я его тоже поставлю после записи видосика. Идем на переадресацию. Делаем проброску портов с мира. Любое описание, чтобы вы не запутались, что это за ESP-шка. Вход у нас будет провайдер. Выход у нас будет ESP-001 наша. Протокол TCP-шный. Порт 80-й. Порт назначения 80-й. Собственно, открыть порт 80-й это уже неправильно. Тут уже должен быть какой-то другой порт. 81-й, 82-й, 83-й. Чисто для безопасности. Все, правило у нас добавилось. Прописываем вторую ESP-шку. Называем ее ESP-шку, чего-то там, двоечка. И добавляем правило, но уже с 81-м портом. И у нас будет доступ к двум ESP-шкам с мира по одному и тому же IP-адресу. Добавляем правило. Собственно, вы можете повесить несколько ESP-шек. И только внешний порт можете менять. 81-й, 82-й. Еще какие-то для того, чтобы доступаться по вашему HTTP. Через любой сервис, который позволяет узнать IP, узнаем ваш IP-шник. Если вы его еще не знаете. И если у вас статический, а не динамический выдается IP-шник. Помощь нам мобила. Выключаем Wi-Fi-ку. Закатываем, записываем этот IP-шник в наш браузер. Указываем через двоеточие, по какому порту будем доступаться. Касая черта, апдейт. И вот, собственно, с помощью мобильного телефона мы зашли на наш сервер. Вводим наш логин, пароль. И, пожалуйста, доступаемся к нашей ESP-шке с мира. Можем флешить без каких-либо проблем удаленную ESP-шку. Точно так же вводим опять наш адрес, но указываем порт 81. Пожалуйста. Вот это вот вторая наша ESP-шка. И тоже к ней есть доступ. На сегодня пока все. Субтитры создавал DimaTorzok